Доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день среда 5 июля и давайте начнем как всегда с пары евро доллар по паре евро доллар мы видим продолжение нисходящего коррекционного движения на текущий момент ближайший разворотный уровень по данной паре находится на максимальных значениях которые были вчера это отметка 1.1376 преодоление данного уровня и закрепление за ним уже даст предпосылки на дальнейший рост пары сначала в область 1.1430 а затем дальше на 1.15 на текущий момент коррекция продолжается и вполне вероятно что мы увидим снижение в область 1.13 по данной паре британский фонд также продолжает корректироваться на текущий момент тенденция нисходящая продолжается те цели которые мы можем отметить по коррекции это примерная область в область 1.2834 по завершению данной коррекции уже продолжение роста британского фонта может быть сформировано на текущий момент ближайший коррекционный уровень для начала покупок находится в области максимальных значений которые были вчера отметка 1.2957 пара австралийский доллар американский доллар продолжает корректироваться хотя основная тенденция а в рамках четырехчасового и дневного таймфрейма остается на укрепление но пара столкнулась с сопротивлением в области 77.16 который вероятно преодолеть будет довольно таки сложно так как пара стоит у этого уровня уже достаточно продолжительное время на текущий момент мы видим коррекцию и уже ближайшие уровни для продолжения покупок сейчас находится на максимум которые были вчера эта отметка 76.81 пара американский доллар японская иена продолжает свое восходящее движение хотя вчера мы не видели обновление локальных максимумов а с открытия ушли вниз закрытие было примерно по ценам открытия поэтому на текущий момент для продолжения покупок по данной паре и продолжение коррекционного среднесрочного восходящее движение необходимо увидеть обновление локальных максимумов в области 113.47 в свою очередь о преодолении отметки 112.73 это минимум который был зафиксирован вчера откроет дорогу на коррекционное нисходящее движение по данной паре и вполне вероятно что мы увидим продолжение нисходящего тренда в рамках более крупного таймфрейма а пара американский доллар канадский доллар последние несколько торговых сессий пыталась уйти восходящую коррекцию но вчера мы увидели обновление локальных минимумов что свою очередь подтвердило продолжение нисходящего движения по данной паре и на текущий момент пара продолжает снижаться уже доходили до отметки 129 12 ближайшие цели по нисходящему движение который мы можем отметить находится в области 12830 примерный диапазон на текущий момент если говорить о о покупках и о начале коррекции по данной паре то здесь уже необходимо увидеть уход выше максимальных значений которые были вчера эта область 13011 по паре евро фунт последние несколько торговых сессий ничего значимо не происходит потому что евро и фунт движутся практически в одну сторону как мы уже говорили ранее коррекция нисходящий продолжается и по евро доллару и по паре британский фунт американский доллар сегодня с утра мы видим что пара пытается обновить максимальные значения которые были на этой неделе в понедельник и во вторник если все-таки удастся закрепиться выше этого уровня то вполне вероятно движение в область 8860 по данной паре золото уходит в коррекцию на сегодня уже обновили максимальные значения которые были вчера поэтому сейчас в рамках краткосрочной тенденции мы видим формирование коррекционного движения по золоту и вполне вероятно укрепление в область 1240 долларов за тройскую унцию на текущий момент золото стоит у поддержки у минимальных значений начала мая это отметка 1218 долларов за тройскую унцию и преодоление данного уровня откроет дорогу на дальнейшее снижение в область 1195 долларов за тройскую унцию а нефть марки brent продолжает укрепляться вчера доходили до максимальных значений в области 49 72 если говорить о начале продаж и продолжение исходящего тренда то ближайший разворотный уровень находится на минимале значения вчерашней торговой сессии это отметка 49 10 а по индексу dax мы также видим а некоторую установку вполне вероятно что это связано с тем что в сша вчера был выходной день и ликвидность на рынке была на крайне низкая что в свою очередь и отразилось на данном немецком индексе но тем не менее если говорить о покупках о коррекционном движении на укрепление данного индекса то это имеет место быть но в свою очередь если мы увидим обновление минимальной значений а которые были вчера это отметка 12 тысяч четыреста тринадцать тонн и более вероятно продолжение а нисходящего движения уже в область 12 тысяч 300 и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был исаков роман как всегда ваши вопросы оставляйте под видео пишите комментарии если вам поставил понравилось это видео то ставьте лайк и увидимся уже на следующих обзорах всем спасибо за внимание и до свидания